В нашей торговой марке более 20 лет мы отвечаем перед своими потребителями и готовы нести ответственность за качество своей продукции. Предприятие абсолютно не считает себя ни в чем виноваты. Мы сами, вы просили официальную позицию предприятия, будьте добры, не перебивайте. Мы официально инициировали перед Министерством обороны отбор проб, проведение испытаний. Вас не интересуют документы, а мы базируемся именно на них. И поверьте, документы эти есть. Не готовы смотреть, не профессионалы, не понимают тогда, что здесь делаете. Потому что у нас есть официальные ответы по линии Министерства обороны по поводу того, что масло производства агренол не имеет никакого отношения к выходу из строя 20 танков. Вот наша официальная ответа. Метингуйте дальше. Как ваш документ именно тут не интересует. Вы не готовы их смотреть, изучать? У вас нет людей с кем-технологическим образованием? Я уже сказала все, что считала нужным. Испытания были проведены. Предприятие на них присутствовало. Испытания инициированы. Предприятие под контролем Министерства обороны. Под контролем Харьковского, как он правильно называется, бюро, конструкторского бюро, который изобрел эти двигатели на танках. То есть испытания закончились. И результат работы комиссии, причина выхода танков из строя не в качестве масла. Я считаю, что именно так. Или он воспользовался недостоверной информацией и стал просто рупором высказанной позиции. Либо одно из двух, либо он сознательно на это шел. Скажите, почему есть информация, понятно, она не публичная, а то, что вы пытаетесь притормозить следствие и так далее. То есть затягиваете следствие. Это просто глупость. Потому что предприятие на сегодняшний момент не является участником следственных действий. Никому из должностных лиц предприятия не предъявлено ни подозрения, ни обвинения. Мы на сегодняшний день не участник следственных действий. И блокировать у нас нет никакой возможности. А как вы собираетесь разрешать эту ситуацию? Допустим, Соболеву. Вы подавали против него. Вы в суд подаете на него. А он просто говорит. Дайте ответить. Господин Соболев, который считает себя специалистом по документации, мы подали документы. В отличие от вас здесь собравшихся, он готов их рассматривать. Либо господин Соболев принесет публичные извинения, либо господину Соболеву будет предъявлено истовое заявление о защите чести действия. Он же засчитал решение в судах. Однозначно. Потому что это в обвале они решили. Данное решение... Семената, а что же стоит наблюдать в прямом эфире, как будет судиться Пономарев с Соболевым? Два судей будут рассказывать друг другу, что прошло на вас. Вы задали вопрос по поводу судебного решения. Мы о нем узнали, видимо, точно так же, как и вы, из интернет-источников. В данном случае, это ухвала суда. Если у вас есть специалисты, они скажут, что следственные судьи выносят путь к карьеру. Я женщина, прежде всего, и вы меня перебиваете. Вы задали вопрос, я вам на него отвечаю. Данная ухвала выносится следственным судьей без участия предприятия, без участия сторон. Такие, как у нас сейчас судьи. Такие, как у нас сейчас судьи. Это надо доехать в суд, не нам. И туда поедем, ради бога. Мы же за суд не отвечаем. Нихихихи. Улыбочки быстро сойдут со временем. Конечно, все сойдет. А еще вопрос, можно? Донецкая область вообще уголь, которая уголь добывает, сейчас с вами имеет договор на вашу агреносу? Нет. А вы знаете, почему она не имеет этот дуал? Вы знаете, я не собираюсь. Вопрос был задан прямо. Предприятия Агренол и все аффилированные с ним предприятия, имеют торговые отношения с Российской Федерацией, агрессором в сторону Украины? Я не буду комментировать. Все, все, все.